Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в этой конференции. Надо признаться, что для меня это было достаточно неожиданно. Почему? Надеюсь, станет понятно к концу моего выступления. Вирусы папилломы – это широко распространенная и очень вариабельная группа вирусов, имеющая тропность к эпителиальным тканям человека и животных. На сегодняшний день известно более 300 типов вирусов папилломы, которые обнаруживаются у большинства позвоночных, в том числе млекопитающих, птиц, рептилий. Перекрестная передача между естественными хозяевами не отмечается, и данная инфекция является для человека антропонозной. Источник инфекции – это больной человек с клиническими проявлениями или бессимптомный носитель. Для человека этиологически значимыми на сегодняшний день являются более 180 типов папилломы вируса. Существует некое условное деление типов ВПЧ по степени онкогенной активности – это низкого, среднего и высокого онкогенного риска. Геном ВПЧ организован достаточно просто. Представлен круговой двуспиральный ДНК, насчитывающий около 8000 спаренных оснований, состоит из 8 открытых рамок считывания, в которых выделяют 3 функциональные части. Ранний Е-участок, кодирующий белки Е1-Е7, которые необходимы для репликации вируса. Поздний L-участок, кодирующий структурные белки L1-L2, участвующие в сборе вирусных частиц. И длинный регулирующий участок, содержащий цисрегуляторные элементы, необходимые для репликации и транскрипции вирусной ДНК. ВПЧ способен существовать как в свободной эписомальной форме, так и при включении вирусной ДНК в ядерный материал хозяина в интегрированной форме. Только интегрированная форма ВПЧ способна к злокачественной трансформации. Несмотря на актуальность, давно изучаемость процесса ВПЧ, точные сведения о распространенности ВПЧ-инфекции отсутствуют, так как официально регистрируются лишь некоторые из ее клинических проявлений, а именно сведения основаны на результатах выборочных исследований и расчетных показателях. В то же время проводимые исследования ориентированы в первую очередь на изучение ВПЧ-инфекции, ассоциированные с возникновением злокачественных новообразований, преимущественно среди женской популяции. Вопросом распространенности ВПЧ среди мужчин, учитывая, что вирус также может приводить к различным поражениям, в том числе и злокачественным, уделяется, мягко говоря, недостаточное внимание. Как и другие инфекции, передающиеся половым путем, ВПЧ легче передается от мужчин к женщинам, чем от женщин к мужчинам. Информация о распространении попелома вирусов среди гомосексуальных пар достаточно неубедительна, на мой взгляд. Результаты некоторых зарубежных исследований о наличии ВПЧ мужчин представлены на слайде. Безусловно, у каждого диагностического метода есть свои преимущества и недостатки. Как правило, в зависимости от задачи используется совокупность нескольких диагностических исследований. Наиболее простым методом диагностики ВПЧ является клиника визуальный. С помощью рутинного осмотра выявляется большинство клинических и субклинических форм инфекции. Однако визуальный метод не позволяет судить о характере и прогнозе течения патологического процесса. Эндоскопические методы достаточно информативны, относительно недороги. Несмотря на их неспецифичность, имеется возможность выявления различных типов эпителия, осмотра качества патологических образований, возможность проведения прицельной биопсии тканей с наиболее атипически измененных участков. Общепринятым и широко распространенным на сегодняшний день методом является цитологическое исследование. Существенными недостатками метода являются сложность исполнения, необъективность трактовки результатов, сложность стандартизации и достаточно высокие требования к квалификации врача-цитолога. Низкая воспроизводимость конкорданса результатов от 11 до 80% и низкая чувствительность метода от 40 до 60% не может соответствовать требованиям, предъявляемым к скрининговым тестам. В настоящее время жидкостная цитология, на мой взгляд, может несколько изменить данную ситуацию. Гистологический метод диагностики ВПЧ-инфекции мог бы стать золотым стандартом диагностики, однако его высокая стоимость, невозможность частого проведения, не всегда точный прицельный забор материала ограничивает его использование. Сирологические тесты пока не имеют клинического значения, поскольку антитела к ВПЧ проявляются лишь у 10-70% инфицированных. Методы ИФА, направленные на определение онкобелка Е7, в настоящее время слишком трудоемки для клинических лабораторий. На сегодняшний день в рутинной практике клинических лабораторий используются молекулярно-биологические методы. Существуют три основные группы лабораторных молекулярно-биологических методов. Неамплификационные, к которым относятся ДОТ, БЛОД, САУЗР, БЛОН, ГИПРИТИЗАЦИЯ, ГИПРИТИЗАЦИЯ, ИНСИТУНА, ФИЛТРИ и ВТКАНИ. Эти методы определяют наличие ДНК или РНК непосредственно в препарате или на носителе. В настоящее время с диагностической целью не применяется в связи с очень высокой трудоемкостью и используется преимущественно в научных лабораториях. Амплификационные методы, к которым относятся полимеразная цепная реакция или газная цепная реакция, и сигнальные амплификационные, примером которого является система гибридной ловушки Дайджин Гибрид Каптюр. Среди амплификационных методов наибольшее распространение получила полимеразная цепная реакция. Принципы цироанализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного участка ДНК-вируса. Процесс амплификации заключается в повторяющихся циклах денатурация ДНК-матрицы, отжиг праймеров с комплементарными последовательностями ДНК-матрицы, синтез комплементарной цепи с этих праймеров с такполимеразой. Метод позволяет определить наличие и количество отдельных типов ВПЧ. Однако абсолютная чувствительность метода может привести к гипердиагностике. По некоторым источникам до 60% случаев инфицирования носит кратковременный характер и заканчивается спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. Материалом для исследования может служить практически любой биоматериал. Сигнальные амплификационные методы предусматривается амплификация не ДНК, а химиолюминесцентного сигнала от молекулы зонда, связавшегося с молекулой генома вируса. Процесс состоит из пяти последовательных этапов. Лизис клеток и денатурация ДНК, гибридизация образования гибриды между вирусной ДНК и РНК-зондом, захват полученного гибрида моноклональными антителами, связывание захваченного гибридомеченными антителами и измерение химиолюсценции. Типичный пример, как я уже говорила, Дайджин габрид-системы. Эта система позволяет выполнять качественное определение наличия ВПЧ-ВКР в материале, проводить компьютерную интерпретацию результатов, что исключает субъективизм в оценке и гарантирует абсолютную специфичность. На сегодняшний день система Дайджин является золотым стандартом в диагностике ВПЧ. По разработчикам данного теста материалом для исследования могут являться исключительно образцы из шейки матки и биоптаты. С июля этого года в нашем учреждении начался достаточно серьезный масштабный проект по скрининговой диагностике вируса популом у человека высококанцерогенного риска у женщин. Планируется обследовать около 3000 женщин. Задачей нашего отделения является параллельное исследование биоматериала двумя разными методиками – это ПЦР-реалтайм и системой Дайджин-тест. Мы находимся только в начале исследования, и на сегодняшний момент обследовано 351 женщина. Совпадение по наличию или отсутствию ВПЧ между разными методами отмечается в 85% случаях. Расхождение соответственно в 15%. Несовпадения, при которых Дайджин-тест положительный, а ПЦР отрицательный, вероятно связаны с тем, что в системе Дайджин присутствует 68-й тип ВПЧ, отсутствующий в ПЦР. Ситуация, при которой отмечается обратная картина – положительный ПЦР и отрицательный Дайджин-тест, объясняется вероятно транзиторным присутствием вируса. Подтверждением этой версии является тот факт, что во всех подобных случаях определяется только один тип вируса, причем в минимальном количестве. Несколько слов о впечатлении нашей лаборатории о методах. Дайджин-тест – это, несмотря на заверения производителей этих систем, очень трудоемко. Это практически полностью ручная методика, за исключением последнего этапа измерения химиолюсценции. Соответственно, очень высокая зависимость от человеческого фактора. Процедура длительная, она составляет порядка 6,5-7,5, иногда 8 часов. Причем количество исследуемых образцов не влияет на время. Это очень дорого. Однако метод на территории Российской Федерации валидирован и считается золотым стандартом. ПЦР Реалтайм – следующая методика, которую мы проводим параллельно. Это автоматический процесс. Время выполнения от 2,5 до 3,5 часов дешевле в 3 раза. Но, несмотря на все преимущества, на мой взгляд, этого метода, в России данная диагностическая тест-система не валидирована. Несколько слов о том, чем мы занимаемся в своей лаборатории. С 2016 года в нашем отделении проводится ПЦР-диагностика различных инфекций. Это гемотрансмиссивные инфекции, гепатиты, ВИЧ, большинство респираторных вирусов, вирусы гриппа, парогриппа, боковирусы, метапневмовирусы, коронавирусы. Это различные герпес-вирусные инфекции, и в том числе это инфекции, передающиеся половым путем, в том числе и в ИПЧ. Ежегодно в нашей лаборатории выполняется более 40 тысяч исследований. За неполные 5 лет в нашем учреждении, в нашей лаборатории было обследовано 1800 человек на инфекции, передающиеся половым путем, из которых мужчин было 17. Необходимо отметить, что лаборатория располагает тремя видами коммерческих тест-систем для диагностики ВПЧ. Качественный тест. Происходит выявление 12 типов ВПЧ-ВКР. Количественный тест. Определение концентрации 12 типов ВПЧ-ВКР. И тест-система ИППП-12, в состав которой включены 16 и 18 типы ВПЧ. На сегодняшний день выполнено чуть менее 16 тысяч исследований, из которых на долю мужчин пришлось 115. Причем самостоятельные тесты на диагностику ВПЧ не назначались и, соответственно, не применялись. Собственно, таким образом, лабораторная диагностика ВПЧ инфекции, в том числе типов, обладающих онкогенным потенциалом, на сегодняшний день не представляет трудностей. Вопрос лишь востребованности этих исследований. Благодарю за внимание. Продолжение следует...